Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Вадок-1. Продолжаем на третьем дане вспоминать. Я играю белыми, снова нерансы почему-то на автомате. Интересно. Вот такой ход я давно не видел. Как на него отвечать? Надо подумать. Ну, давайте, наверное, просто классически так сыграем. Здесь, в принципе, лесенка идет на меня. Но оппонент решил просто камень, видимо, забрать. Так, здесь у меня есть несколько ходов каких-то. То есть я могу вставить Atari M15. Могу вставить M18 и прилипнуть в SANSAT. Ну, в принципе... Хотя, подождите, здесь же просто лесенка. Разве нет? Ну да, странно. То есть я просто сюда ставлю Atari. Это же работает за меня. Ну, то есть он же обязан соединяться, иначе... Какой смысл во всем. Да, утренний стрим приятно записывать. Птички поют. 5.30. Но что-то задумался оппонент. Он, видимо, понял то, что он сильно уже ошибся. Потому что лесенка не работает за черных. Пока не ясно. Давайте нажму на паузу. Так, друзья. Значит, оппонент все-таки сделал ход через 5 минут. Раздумий. Ну, здесь вроде бы... Вот так. А как дальше-то играть? Я, наверное, неправильно Atari вставил. То есть лучше бы я сюда сыграл в K17. Хотя в любом случае, если это будет Ко-угроза, то... То он мог спуститься. То есть так у меня только одна Ко-угроза у него. А если бы я поставил Atari с другой стороны, тогда он бы мог просто спуститься. Я бы еще раз поставил Atari, и он бы еще нанес. С точки зрения количества Ко-угроза, это правильно Atari. Так, ну давайте здесь собираем сюда. Наверное, будет постигра. Я поставлю еще Atari, наверное. Не будет постигра. Ну, тогда я сделаю постигра. Так, здесь, в принципе... Может, наверное, даже так проходить. Ну, пока непонятно, чего добился черный. У меня подозрение о том, что он ошибся. Так, если я похожу туда, то он отрежет всю эту историю. А если я поверну сюда, то он отбрыгнет. И, соответственно, порезать он не сможет, потому что я его тогда пойму. Давайте сюда собираем. Тут нет смысла сейчас ему резать. Ему нужно просто выпрыгнуть К-13 или К-14. Да, здесь я сыграю сюда. Он, наверное, ответит Бамбу. И мне придет соединиться. Ну, вроде как. Но, с другой стороны, если я не соединюсь, и он у меня здесь разделит на две группы... То, не знаю. Наверное, мне это не нужно. Пусть будет одна группа. Я просто думал поатаковать вот эти камни. Но это какой-то дерзкий ход. Потому что эта группа уже убежала. А эта группа пока еще не убежала. И поэтому я буду на нервы капать этой группе. Ну, как, наверное, сюда. Так, оппонент прилипает, да? Ну, ладно. Давайте тогда так сыграем. Наверное, пустой треугольник сыграет. Почему-то у меня такое ощущение. Ну, окей. Сыграл такой ход. Хороший. Здесь можно убрать сюда. И, наверное, порезать. Или... Давайте так. Если он сыграет двойной хана, то я просто могу поставить отари. И вытянуться. Правильно? И что он теперь будет делать? Прилипать бы на 11, наверное. Странно. Но, видимо, он жертвует эти камни. Как-то они не могут уйти. Я не вижу тут суперкомбинации. В общем, друзья, эта партия просто у черного не заладилась. Либо он тоже не спал, как я. И сидит всю ночь работает. Потому что здесь уже за черных тяжело. То есть здесь у белых крепкая группа получилась. Здесь мы съели много черных камней. Ну да, вот он начал тут придумывать варианты. Но просто у меня тут миаи как бы. Я могу глаз в N19 сделать. Давайте, наверное, так сперва. То есть этот глаз я всегда успею пристроить. И пока хочется посмотреть, что он будет делать. То есть это не режется. Ну и я здесь заберу угол. Так, а если я вообще сюда похожу? Это не режется, потому что если он сюда походит, то я просто могу К-15 сыграть. И К-15 угрожает четверку скушать. Либо соединиться. Значит, что? Кубарьба нам не нужна. Кубарьба это, если я, по-моему, схожу в G-17. Он сыграет по 18. Я спущусь. Ну там даже... Ну да, он соединиться. Я поставлю Атари. Он поставит Атари сюда. Поэтому давайте я сразу сыграю сюда. Он порежет. Я поставлю Атари. Он как-нибудь там поверх попробует соединиться. Так, ну, в принципе, камень А-15 мне не особо уже нужен. Я здесь просто выживу. А на этот ход, из-за того, что у меня А-18, это уже второй глаз, я просто здесь... Ну, в принципе, я могу здесь ответить в D-18, да? То есть это не маленький ход. Но просто, как бы сказать, лучше, наверное, Агейму сыграть. То есть у него здесь какая-то плотность. Может быть, даже лучше так сыграть. Или что-нибудь поатаковать, или вторгаться в угол. Нужно подумать, что делать. Ладно, давайте будем играть надежно. Просто здесь уже за черных очень сложно отыграться. То просто я буду везде играть надежно. Ну, здесь он может по борьбу начать, поэтому я просто закрою. Ну, плюс он может уменьшить, видимо, через B-18 как-нибудь. То есть он приликнет я сюда, он отпрыгнет, потом еще приликнет. И там что-то может придумать. Поэтому, если он сыграет B-18, то я, наверное, просто сыграю в B-18. B-18 от Ари соединения. Да, теперь он перешел к Акари, но, честно говоря, вот эта Адзи немаленькая. Я бы на его месте прилип куда-нибудь в C-13, чтобы здесь поковыряться. Этот ход, он так особо не причиняет ущерба. Давайте тогда залезем в угол и посмотрим. Ну, он, видимо, в эту сторону должен блокировать. Иначе его вот эта группа тоже может умереть. Так, как там делалось это все с двойным ханом? То есть я могу получить какой-то пануки. И у меня, в принципе, ход А6 будет сэнда всегда, да? Либо я могу просто соединиться. Ну, давайте я пануки заберу в Сэнда, не буду жадничать. Да, пануки забираем. И дальше, наверное, можно сыграть какой-нибудь Хасами. Вот, и на этот ход можно разыграть какой-нибудь Жасики. Ну, в принципе, можно и пожадничать. А можно и не жадничать. Наверное, я лучше пожадничаю, потому что мне комфортнее играть, когда у меня хотя бы два угла есть. А у меня пока не одного, потому что здесь это еще не угол. Здесь желательно добавить ход. Я вот думаю, резать или прилипать. Давайте прилипнем. Здесь сыграем бамбу. Да, дальше это было предсказуемо. Я вытягиваюсь, он тоже куда-то может прыгнуть. Кеймэй в Д2. Тогда я его буду закрывать. Да. Тогда давайте я его здесь запечатаю в углу. И, наверное, подожму вот так эту группу. Все-таки не удалось у меня. Да, вот теперь это прилипание, о котором я говорил, которое связано вот с этим ходом. Поэтому здесь нужно аккуратно как-то ответить. Давайте так, чтобы один не было уже никаких. Ну, вот это немного странный план. Я пока не понял, зачем. Куда он двигается теперь? По второй линии будет бегать. Или там у меня много точек разрезания останется? Ну, ладно. Хотя, почему много? Не много. То есть, я могу сейчас просто соединиться. И, по-моему, его группа умирает. Здесь, конечно, есть Атари. И потом Хана. Но все равно двушку он ее не съест. Поэтому вот этот ход B13 был какой-то ошибкой, я считаю. Большой. Так, что мне сделать теперь? Ну, давайте так сыграем. Ой, ну это... Это... Вот он, что захотел, да? Ладно. Об этом я не подумал, честно говоря. Ну, то есть... Хотя, подождите. Хана я вполне могу играть. Я Хана, он Атари, я Атари. Он соединился, я тогда заберу двушку. Он может соединиться по первой линии, но мне и двушки будет достаточно. А если он побежит двушкой, тогда... Как-то я все равно себя буду нормально чувствовать. И он выпрыгивает. Ну, давайте здесь тогда Бамбу сыграем. Ну, он может красиво вкинуть в Д9, потом сыграть сюда. Ну, да, он решил так не играть. Ну, это ошибка, потому что я здесь просто ставлю Атари и забираю двушку. Я думаю, здесь можно сдаваться уже черному, потому что в углу никаких Адзи уже нет, из-за того, что эта группа умерла. Здесь тоже много очков. И у меня на доске все группы живы. Да, это правильно, что он сдался. Я думаю, в самом начале он сильно просто мисклик или ошибся. Давайте тогда... Я думаю, я не буду комментировать, я просто загружу в программу. Мы увидим ключевые ошибки. И я постараюсь еще одну лучше партию сыграть. Так, друзья, я загрузил партию. Давайте посмотрим, значит, как это делать. А, колесиком, да, можно скрутить. То есть, ну, вот здесь были странные какие-то маневры. И здесь дальше... Ну, вот давайте на этом этапе, прям сразу по процентовкам, да, последняя Лила, что показывает. Хотя меня ругали за Лилу, сказали, как Атаку использовать. Но в Мегапаке Атаку не обновленные весы. И я сделаю скоро видео апдейт по нескольким программам, как их устанавливать. Значит, ну да, вот этот ход какой-то странный. И дальше я играю Кейму. И здесь... Ух ты, какой красивый ход. Я такого никогда не видел. Даже П2. Ну, окей, тут так. И потом зачем-то он сыграл сюда. Вставил отари. Еще один отари. То есть, в первом же Джосеке он допустил большую ошибку. В итоге попался в лесенку. Ну, вернее, не в лесенку. Он вышел из лесенки. Но дал мне убить эти камни. Соответственно, камень Ф3 очень сильно ослаб. Угол тоже очень сильно ослаб. Вот. Соответственно, дальше получилось так. Он вытянулся. Ну и мы уже видим тут 90%. Да. Поэтому... Поэтому сложно, да. То есть, можно сказать, здесь партия была в одни ворота, к сожалению, для моего оппонента. Из-за того, что он вначале думал 5 минут, я думаю просто то, что он мискликнул и расстроился. И дальше уже как-то у него не было такого настроя играть. Но после того, как он эту еще группу отдал, здесь уже сложно что-то делать. То есть, здесь ошибкой было двойное ханы. Даже не знаю. Давайте еще проскроллим. Может, у меня тоже были какие-то ошибки. И партия хотя бы чуть-чуть выравнивалась. Или все в одну сторону. Вот, мне интересно. Здесь все-таки программа не против закрытия, да. Но как бы она за тынуки. Да. Я тоже был за тынуки. Ну, то есть, чтобы вот здесь не закрываться. Потому что, честно говоря, я совершенно забыл то, что после тынуки, когда он пробьет камень, у него получится автоматически возможность кубарьбы. Вот. Поэтому мне нужно было либо еще больше делать тынуки. То есть, очень большой какой-нибудь ход. Либо действительно просто закрыться здесь. Потому что вот я об этом забыл. Ладно. Здесь ничего интересного нет. Тут я закрыл, потому что иначе... Ну, иначе у меня большие проблемы будут. То есть, если я там... Если я это прозеваю и закрою, то это слишком большая кубарьба. У меня локальные, конечно, есть угрозы, но оппонент что-нибудь заберет на этом. Хотя непонятно, что он заберет. Потому что забирать-то нечего. Ну, может быть, он здесь бы поставил отаре. Я бы затынул, чего он бы пробил. Ну, да. Это было бы опасно. То есть, если бы вот эта группа воскресла его, то, соответственно, вот эта вся белая группа, она бы автоматом чуть ли не умерла бы. Поэтому здесь было очень опасно. Ну, я здесь закрыл. Вот. И дальше... Да, дальше мы видим то, что все равно процентовка такая же держится. И здесь тоже был очень странный ход. То, что он прилип, я об этом ходе говорил еще. Да, то есть, это как-то связано вот с этим Адзи. То есть, например, там... Давайте поставим на пазл, чтобы проценты не мешали. То есть, если я там как-то вытягиваюсь сюда, например, то он прилипает, потом прыгает, и потом еще раз прыгает. То есть, можно как-то уменьшить здесь угол. Вот. Поэтому я там спустился именно вниз, а не вверх. То есть, с точки зрения тушения этого мою, лучше выходить вверх. Но с точки зрения вот этого Адзи, лучше выходить вниз. Но с другой стороны, как бы, даже если бы он так прыгнул, то не такое уж это и мою. Потому что вот эта группа еще слабая. И плюс вот этот мой камень, он может и эту группу атаковать, и соединиться, и плюс здесь у меня плотная форма. Поэтому непонятно. Окей, друзья, честно говоря, не было тут вариантов таких-то. Но оппонента... То есть, первое Джосики. Давайте я лучше еще одну партию сыграю. И, наверное, чтобы не выкладывать это в отдельное видео, я все запишу одним видосом. Просто будет две партии и два разбора. Так, тогда жду на паузу. Так, друзья, продолжаем, значит, играть. На этот раз я играю черными. Ух ты! Такамоку... Нет, вернее, Могу Хадзуси давно... Давно не видел таких ходов. Но я вообще давно не видел гол. Ну и такие ходы, это всегда красиво. Давайте попробуем сыграть тоже красиво как-нибудь. Попробуем позапечатывать оппонента. Получить какую-то плотность. Вот, кстати, если я здесь сыграю Хана, и он поставит Атари, я вытянусь, он Атари, я Атари, по-моему, ничем мне это не даст. А если я сейчас сюда похожу, то он, по-моему, ага, то есть он отдает мне угол, да, получается? Давайте заберем угол, хорошо. Ну, это как бы не угол, но... Я вот думаю, надо ли мне Атари ставить. Давайте поставим. Вдруг кубарьба будет. Ух ты, начал кубарьбу оппонент. Тогда я пробью, он, наверное, прилипнет. А! Очень странно. Тогда я здесь соединюсь. Ну, честно говоря, какая-то странная история для Белого, потому что я играл Кокари, он мне сыграл Хасами, и дальше получилось то, что я и в угол залез, и наружу вылез, и у него еще слабая группа образовалась, которую я, конечно же, буду атаковать. Так, здесь что мы можем сделать? Мы можем сыграть Хана, потом соединиться, чтобы у нас были ходы С18, Санта, чтобы был ход. То есть я могу вкинуть, и у меня даже два хода будет тогда Санта. Да? Давайте вкинем, походим сюда. Ну, здесь сразу мне нет смысла отвечать. Дальше Что дальше? Дальше я хочу вот эти эти камни вытянуть, и ну, получается не хочу, чтобы меня запечатали в угол. Ну, и здесь я поставлю Атари и постигаю. Да, и у меня хорошая позиция вполне. У оппонента странная какая-то позиция. Так. Не уверен я насчет двойного Хана. непонятно мне как играть. Давайте в эту сторону, потому что его группа пока без глаз. То есть у меня есть много бесплатных ходов на укрепление в центре. Сейчас понакидаем. Вот. И в принципе дальше что мы можем сделать? Ну, дальше продолжать. Почему бы нет? Ну, это очень странный ход. я боюсь, если я сыграю сейчас 1, то здесь очень легко можно выжить. Поэтому тут тоже есть какие-то маневры из-за того, что он на первой линии. То есть здесь на самом деле много очков не будет. Поэтому давайте я сыграю просто так, чтобы хотя бы угол у меня точно был. так, если он меня будет резать, то есть я хана, он порежет. Я поставлю отарю, он соединится, я поставлю отарю, он еще раз соединится, я отпрыгну. И, по-моему, я его так убью. Да? Давайте рискнем и проверим, дадим шанс оппоненту убить нашу группу в углу. не хочет рисковать оппонент. Так, нужно ли мне играть двойное хана? Давайте сыграем двойное хану. Он на это тоже ответил. Да? Тогда давайте здесь поставим нотари. Ой, что за бред? Подарил нам камня. непонятно то, делает мой оппонент, честно говоря. По-моему, он просто играет в пинг-бунг. К сожалению. Но давайте тогда забирать угол. У меня такое ощущение, что он уже как-то расстроился. помню, такой ход, но не помню зачем. И как-то не страшно мне то, что у него там будут очки. Главное выжить в углу. Так, у нас началась какая-то странная история. Очень странная история у нас началась. Ну, а вот как ты будешь выживать? Ага, таким ходом. сюда. Так, друзья, я должен подумать о лесенке. То есть, если я захватываю и он режет, я двигаюсь, да, то что он может сделать? Поставить отари, я вытянусь и пошла вот эта вот лесенка, да? так, так, и она как бы идет на мои камни. Но вроде бы там еще гетто есть. Давайте проверим, ладно. Дадим муфу. Ох, такой ход, я не подумал о нем. Но лесенки ведь все равно нет. То есть, если я просто похожу в Е2 и он пойдет этой лесенкой, то она идет на мой камень, а этой лесенкой идет на мой камень. Ну, вроде бы да. Так, 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 ну, да, идет на мой камень. Но это неправильная лесенка, это точно идет на мой камень. Но понятно, друзья, это он решил просто повредничать. Здесь очевидно то, что лесенка убегает. В общем, тоже получилась какая-то партия халявная. Ну, может быть, он в стиле лиседога. Сейчас использует неработающую лесенку для чего-нибудь. Чтобы что-то сделать, не знаю. Ну да, не играет там стиль лиседога. Давайте тогда тоже разберем хотя бы фусеки. Увидим, какие ошибки были. Так, ставлю на паузу. Так, эту партию я тоже выгрузил. Давайте крутить колесики. Я играл черными. И здесь получилась очень странная вообще ситуация. Вот давайте смотреть, что скажет программа. Нам нужна Лила. А, это вроде бы Лила. Да, Лива Рикза. Вот, то есть... Ну, Лила говорит то, что надо играть Тенуки. Я играю сюда, он играет сюда. Пока все правильно у Белого. И дальше вот была ошибка. То, что он сыграл спуск. То есть, программа говорит то, что нужно играть Хана. А черному вообще играть Тенуки. Ну, а если бы я не сыграл Тенуки? В общем, странно. Не знаю. Не нравится, видимо, и Касуми. Да, то есть, Касуми даже, в принципе, не рассматривала программу. Ну, ладно. И здесь получается то, что... Я ожидал, конечно же, такого соединения. Но оппонент решил поменяться. То есть, сюда. И потом я просто нанес Атари. И он решил не соединяться. Да, он решил просто выходить. То есть, тянуть вот эти слабые камни. Ну, я пробил. И дальше я ожидал, конечно же, прилипания. Но он почему-то соединился. Но я тоже соединился с удовольствием. И он еще добавил ход. То есть, получается, партия за черных уже очень комфортная. Потому что я забрал чужой угол. Разделил оппонента на две группы. И у меня еще и сэнта. Вот. То есть, очень странная история получается. Да. То есть, я вот начал атаковать. Здесь я сыграл, чтобы получить форсированные ходы. Но, конечно, программа показывает другие ходы. Потому что на стадии фусеки это не самое важное. Да. Там, вкинуть сюда. И вообще играть это хан. И, я думаю, тоже не важно было. То есть, просто порезать. Ну, я порезал чуть позже. Вот. Дальше было так-так. Потом так. Потом он еще вытянулся. И потом я вытянулся. И он сыграл такую еще форму. Очень странную форму. То есть, вот на этом моменте логично ведь, что если белый вытянется, то и черный вытянется. А если белый потом еще хочет повернуться, почему он сразу не повернется? То есть, вот этот непонятный был ход. Вот этот совершенно непонятный ход. То есть, я вытянулся. Он сделал такую странную форму себе на ровном месте. Я с удовольствием поставил лотари потом сюда. И дальше, из-за того, что вся его группа до сих пор безглазая, я получаю бесплатно какие-то ходы. Вот. То есть, да, я говорил, что здесь остаются какие-то йосы маневры. Но до йосы дело не дошло. И здесь тоже оппонент меня очень сильно удивил. Он еще добавил ход зачем-то. Вот этот. Но дальше я просто играю крепко. Здесь я пошел на авантюр. Потому что, в принципе, давайте считать. То есть, я, честно говоря, не просчитал до конца. То есть, он режет. Предположим, я здесь ставлю атари. Он соединяется. Если я поставлю атари-атари и отпрыгну, то он действительно может сыграть сюда. То есть, это заменение работает. Атари-атари. Поэтому вот программа показывает сюда походить. Да? И... Ну и что? А если белый сыграет так? То что делать черным? Атари. И дальше что? Мы успеваем? Заблокировать, что ли? Ну, здесь очень сложно, честно говоря. По-моему, за черных. Для программы легко. Ну, в общем, я ожидал такого поворота событий. То, что на мою авантюру оппонент порежет. Вот. И... Но он не порезал. Он даже на мой двойной Ханн ответил. Ну да, здесь, конечно, был вообще косяк полнейший. И дальше, я думаю, даже уже бессмысленно смотреть партию. Потому что мне главное было выжать всеми группами. Но сверху там... Была лесенка. Давайте посмотрим, что было бы, если бы лесенка была другая. То есть, если бы она шла вот так, да? По-моему... По-моему, все равно она убегает. Но было бы очень прикольно, если бы она не убегала. И... И белый бы ее поймал. Потому что я путаю иногда. Когда там на третьей линии убегает, а когда не убегает. Нет, тут убегает. Вот. Просто есть какой-то джосики там из партии Альфа Го и Гет Зе. Где что-то с третьей линией. Я помню, но... Я помню факт, но не помню комбинацию. Поэтому как-то вот я с третьими линиями уже... То есть, там разница была Сан-Сан или там Хаси, что-то такое. Поэтому я решил перепроверить. Ну что, друзья. Честно говоря, я не удовлетворен этими партиями. Поэтому давайте я, наверное, еще одну сыграю. Надеюсь, что будет нормальная партия какая-то. Эти какие-то две халявные. Так, друзья. Начинаем третью партию. Я играю белыми. Снова сыграю Неранцей. И такое вот классическое фосеке у нас получается. Ну, по-моему, можно играть сюда. Так, что он... А, он дальше решил по-современному. Но я только за. Я люблю такие варианты. Давайте сразу тогда, чтобы не укреплять его угол. Спросим, куда он будет строиться. Если что, тут один камень он может отпилить. Поэтому не будем переживать. Да и вообще, может быть, я еще закончу в Сальпо всю эту комбинацию. Ага, такой вариант. Ну, ладно, давайте с удовольствием. Это тоже из партии Кедзе с Альфа Гогула. Я здесь с удовольствием пробью камень. И черному жналу тратит темп. Ну, вот он решил не тратить темп. И это очень странно, честно говоря. То есть здесь слабость остается. Угол я уже забрал. Поэтому я просто здесь подвинусь пока. Он, наверное, там... Да, это тоже нормально. Ну, вроде бы, если я играю Хану, он просто порежет и все. И у меня двушка никуда не убежит. Поэтому, наверное, мне нужно отпрыгивать. А ему придется возвращаться здесь, забирать в лесенку в какой-то момент. И при этом у меня, по-моему, ход К-14 будет шичопрерывателем. Я смогу даже поджать в районе С-10 его 3 камня еще. Ну, посмотрим, как будет. К-непоненту, как будет. А, то есть оппонент вообще не парится. Но, честно говоря, это странно, что он не парится. Во-первых, я могу здесь очень хорошо подчиниться. А с другой стороны я могу просто вытянуться. И я думаю, если я просто вот так сейчас вытягиваюсь, то у него уже немаленькие проблемы здесь начинаются. Ну да, вытягивание это окей. Я могу сыграть так. Очень безопасно. Дальше он мне тут сожмет. Все. Но все равно, если он будет забивать себе степень, он ослабнет. Да, вот он в итоге переключился. Значит, ну что, я дальше могу, в принципе, выпрыгнуть. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Я думаю, правильнее будет все-таки для меня выпрыгнуть в эту сторону. Или как? Так, если я сюда, то я его как бы толкаю запечатывать мне. И мне придется как-то еще здесь выживать. Ладно, давайте сюда. Просто потому, что куда-то надо ходить. Без какой-то супер интеллектуальной работы. Так, ну, что мне делать дальше? Учитывая то, что у него здесь нагромождение камней солидное, да, можно сказать, что он тут рассчитывает какое-то мою сделать. Вот, поэтому давайте попроверяем, что мы можем, какие ады мы можем тут использовать. Так, это он просто камень в лесенку, что ли, так забирает? Ну, давайте пусть забирает, хорошо. Или не забирает? Ну, ладно, а если я сюда похожу, как он будет играть? Он, наверное, Хана сыграет? Так, если я порежу, то я вытянусь. А, ну, вот так. Так, мне сейчас нужно не ошибиться. Я как бы его вряд ли убью здесь, но я могу здесь построить хорошую форму. Если я соединяюсь, он играет Хана, я сюда. Давайте соединимся. Я, честно говоря, не могу просчитать, что будет на его Хана. Возможно, какой-нибудь обмен. Да, уже какие-то звездные войны у нас начались. Ничего не понятно. То есть я могу... Вот я вижу G-18, возможно. Просто я не знаю, что будет, если он Хана сыграет. Вот что, проблема. Ладно, давайте еще усложнять партию. Очень непонятно мне, что произойдет. Мне надо убегать несколькими группами сразу. Ух ты! Он мне дает такую форму. Это очень странно. То есть у меня сейчас получится хорошая форма. Я ему что-то там, по-моему, какой-то камень пожертвую, да? Это очень хорошая форма. Очень хорошая форма. А он, по-моему, до сих пор еще не факт, что жить будет. Ну, мне здесь нужно... Блин, как бы я сейчас не доигрался и... Ладно, давайте рисковать. Вот я сейчас рискую четверкой, если не все, не все молча. Ну, просто он тоже очень сильно сейчас рискует. Если он поставит это Atari, он очень сильно рискует, потому что я соединюсь. Ему придется соединяться в Аш-15. Дальше я его могу здесь сжать. Хотя у него будет больше степеней, да? То есть... Что? Проверить сразу Atari вставить. Или сюда? Нет, сюда смысла нет. То есть я хожу сюда. Ну, окей. Даже если я сейчас жертвую четверку, то все равно я получаю очень много форсированных ходов. То есть Atari, Atari, потом туда, туда. И вынуждаю его все это скушать. Но я так же могу это сделать и потом. То есть это не очень срочно. Давайте я пока сюда, чтобы нижнюю группу... Там, конечно, у меня есть еще важные пункты. Но я не хочу нижнюю группу... Как бы это сказать? Подставлять. О, я же могу кубарьбу начать. Друг мой. Ха. Это очень большая кубарьба. Хорошо, что я не поставил сразу все эти Atari. Это очень большая кубарьба, потому что это не просто спасение четверки, а вообще вопрос для всей черной группы. То есть у меня тут миллионку угроз на самом деле. И непонятно, как будет оппонент играть. То есть он соединится, я еще Atari могу поставить. Он вытянется, я еще Atari могу поставить. У меня очень много угроз здесь. То есть Atari, потом еще такой ход, потом еще один такой ход, потом еще спуск. По-моему, он тут приплыл. А у него напротив нет угроз каких-то больших. Ну, либо здесь может произойти просто размин. Я бы на мисс черного ушел на обмен. То есть убить вот это все белое. Но он так не хочет. Подождите, а если я просто сюда похожу? Что-то я не подумал, друзья. Если я просто сюда хожу, то это же очень похоже на Ghetto. Нет? Нет, потому что у меня там отзумари будет. Я изнутри не поставлю Atari. Ладно, продолжаем ку борьбу тогда. То есть еще раз. Если я играю в C12, то он просто ходит в D13. И если я продолжаю, то он просто нажимает оттуда. И я изнутри не смогу Atari поставить. Но давайте все равно проверим. Может, он ошибется? Ну, вряд ли он ошибется. Здесь единственный ход, по-моему, D13, который работает. Потому что если он ткнется в C11, то я его просто сожму и, по-моему, убью. О, неужели? А, или у меня снова там отзумари, да? Блин. То есть я сюда у Atari. Я сюда у Atari. Я Atari. А, да нет, друзья. Он просто ошибся уже. Он умер. Ну, потому что у меня сейчас будет глаз. Вот я так сжимаю и съедаю. Ну, он сейчас пробьет, конечно. И это как бы типа обмен. Но у меня остается санта. Да, он пробил. Но у меня все равно остается санта. И это я все съем. Поэтому и вот эта группа его слабая. Поэтому давайте ее атаковать. Ой, Йок-Макалек. Честно говоря, не заметил, друзья. Да, не заметил я этого. Но все равно я убиваю много камней. Но его надо пробить. И дальше угол у меня жив. Я могу, в принципе, сюда походить. Угол станет чуть-чуть больше. Либо туда походить. Но угол станет тогда меньше. Поэтому, что сказать. Ну, давайте, ладно, сюда. Хотя я не уверен, что надо было делать это. Так, давайте быстро посмотрим. Я Атари поставлю и сюда. И что это мне даст? Давайте проверим. Вот если я поставлю Атари, он просто сюда походит? В Эль-18 и все убьет? Нет. Что-то я не понял. Он не хочет убивать, что ли? Вот если я сделал один глаз, он теперь же должен играть сюда. Но если сюда, ну, наверное, Атари он сыграет, а не туда. Ха! Но на этот ход я просто могу вытянуться. Хотя, подождите, зачем? Он же мне просто дает выжить на ровном месте. А! А! Нет. Он не дает мне выжить. Я перепутал. У меня, потому что это ложный глаз. Теперь я сделал один глаз. Да, дальше он вышибает второй. Но у меня здесь есть такой подъем. Ну, и такой подъем. Все. Живая группа. Ну, правда, есть Ханы. Да? Работает разведка. Ну, на самом деле я живу, потому что у меня есть маневр поставить Атари, и поставить еще Атари, и потом захватить. Да? Давайте так и сделаем. Ну, да. Получается, то, что группа живет. Но, правда, мне не нравится то, что он сейчас Атари получит большой. Ну, ладно, я соединюсь. Что он тут выжил, я тут выжил. Поэтому я в плюсе остаюсь, потому что я еще получил ход в Б5. И теперь его группу надо как-то фиксировать еще, чтобы я не убежал. Или соединять, или захватывать камень. Ну, лучше, наверное, соединять. Но времени нет. Черному Тенуке хочется сыграть, наверное, потому что у него нет очков. Да. Вот он играет Тенуке. Это нормальный план. Но я здесь буду, конечно же, обострять ситуацию. Потому что очень много слабостей получилось здесь. Плюс есть Атари в самом углу. О, и он пробил. Что-то я тогда не понял. Так, Атари вон сюда, я Атари вон туда, я... Ну, то есть я эти камни могу забрать, да, получается? Ну, давайте заберу. То есть, либо он мне должен эти камни сейчас отдать. Хотя там, кстати, возможно, секи будет. Он сюда, я соединюсь, он отрежет. Ой, ну он вообще так играет. Ну, я пробью. Ну, то есть, теперь у него потенциала и на верхней стороне нет. И смысл высокого какари пропал. И плюс у него вот эта группа еще под атакой. Непонятно, что делать черному. Совсем непонятно. Но я просто буду очень крепко играть, брать себе очки. Я не понимаю, почему он не сдается. У него негде строить территорию. Вот в чем проблема. Черному негде брать очки. Я здесь даже могу вот так сыграть, в сан-сан. Чтобы просто выжать в углу. И получается то, что из-за моего пануки он мое справа не построит. А из-за того, что вот эта группа бежит, он здесь тоже очков не построит. Потому что я просто ее сейчас буду атаковать и разрушаю здесь потенциал. Ну и, по-моему, честно говоря, она умерла. Возможно, как бы очень похоже на то, что умерла. Надеюсь, что нет. Но не вижу, как ему строить два глаза. Но он хочет порезать, наверное. Да, порезать это чуть ли не единственный путь. Но я здесь могу просто поставить отари. Потом поставить отари здесь. И потом как-нибудь просить налить. Хотя... А зачем мне сигналить, собственно говоря? Я просигналю. Да нет. По-моему, мне не надо сигналить. Просто сюда похожу. Эту двушку он не захватит никак. Слишком много места, куда бежать. Хотя может захватить, потому что у него тоже много степеней. Поэтому глянем сейчас, что будет. Может просто соединиться здесь или сюда. Но сюда он сожмет. Если сюда похожу, то нотари поставит и порежет. Поэтому, наверное, я просто соединюсь. Ну и там еще у него сверху проблемы. Честно говоря, ну, я готов морально отдать вот эти камни. Пусть он спасет все эти камни. Мне главное с цента, чтобы я слева добавил пару ходов. Просто черным, ну, ему не хватит очков. Даже если он убьет эти камни. Ну да, вот он их начал атаковать. Но, как я уже сказал, мне как-то... Я даже не буду жадничать. Пытаюсь их спасать. Так, я сюда, вот и нокий. Я отари, он отари. Я пробью. Нет, это бессмысленно. Вот здесь есть потенциал поатаковать. Вот эту вот группу. Давайте попробуем что-нибудь такое сыграть. Ну, опять же, здесь есть вот этот ход Ай-14. Ага, такой сценарий. Ладно, давайте я в углу пока выживу. С территории. Так, что я... Ну, давайте отойдем. Так. И что мне делать дальше? Ханны, отари, сюда. Ну, давайте проверим, если я сюда соберу, как он ответит. Отари поставят снаружи. Ой, честно говоря, какая-то авантюра началась. Потому что он уже тут Мою какой-то пристроил себе. Я сюда, он туда, я отари. Я сюда, он отари. Давайте сделаем вид, что мы убегаем. И пусть он начнет резать. Мне нужно, чтобы у него поменьше степеней было. Если он начнет резать, то у меня прожжок вниз появится еще. То есть, давайте... Ну, я как бы жертвую все это. Просто красиво надо пожертвовать. Хотя красиво не получится. На самом деле здесь ничего нету белого. Не вижу я. Может быть, есть, но я не вижу. О, интересный ход. То есть, типа, он угрожает эту двушку скушать. Честно говоря, друзья, это очень странно, то, что он делает. То есть, я как бы за этой группой уже не охочусь. Я давно уже смирился, то, что она убегает. Но зачем он сюда походил, непонятно. Ну, он боялся, видимо, что я сыграю L3. И он там соединится. И я как-то пожертвую и отрежу. Тут лесенка вообще есть или нет? Давайте проверяем, что вот это за ход. Что он мне вообще дает. А, он вышел? Ну да, он и должен был выйти, в принципе. Этот ход дает мне какое-то неясное выбегание. Подождите, вообще-то тут лесенка есть. То есть, я Атари ставлю, он ставит Атари. Я соединяюсь. И он дальше должен как-то соединиться. И вот лесенка. Но за кого она пойдет? Ну, за меня. Поэтому я ставлю Атари. Но это партия, друзья. Ну, то есть, я просто соединяюсь. И у меня МИА либо эту трешку съем, либо эту трешку съем. А, соответственно, цель съесть либо ту, либо ту трешку, это разрушить потенциал здесь. Поэтому тут можно сдаваться черному. Снова двойная лесенка. Ну, не двойная. В той партии была не двойная. Но все равно снова проблема с лесенкой. Или везение у меня сегодня с лесенками. Ну, задумался оппонент. Ну, честно говоря, здесь надо сдаваться. Потому что он ничего не может убить. У меня все группы живы. Я съел здесь большой кусок. В углу, даже если он выживет, то... Как это сформулировать? Это, видимо, Тайм Суджи какой-то был. В углу, если он выживет, то... То я все равно могу соединиться. Ну, да. Вот у нас просто обмен получается здесь. Хотя... Если я соединяюсь, что будет дальше? Он соединится. Я Атари. Он сюда. Я Атари. Он сюда. Туда, Атари. Туда, Атари. Сюда. Нет, так он убежит. Поэтому, да. Я захватываю трешку. Но теперь, друзья, у него большая проблема. Ему нужно съедать вот эту ложку, чтобы эта опять не умерла. Ну, вот здесь он меня просто укрепляет в углу. Ну, непонятно зачем. Ну, непонятно зачем. Совершенно непонятно зачем. Сейчас я думаю, если я спущусь... Вот давайте я спущусь. Как он теперь выживать собирается? Ну, возможно, выживет. Но просто проблематично, честно говоря. А вот таким красивым ходом, ну да, ход действительно красивый. То есть... Ну, я честно говоря, не знаю. Ну, он, наверное, хочет... Не знаю, что он хочет, друзья. По-моему, это ошибочный ход. Да, это ошибка. Этот ход ошибка. Эта группа умирает. То есть он может либо сейчас соединиться в А11, но я просто Атари поставлю. Ну да, группа умерла. Он решил так походить. Но я просто тогда сюда похожу. Он поставит Атари, в котором нет смысла. И я дальше сыграю B10. Ну да. Атари, в котором нет смысла. И дальше я играю B10. Ну, возможно, он сделает какой-то себе второй глаз. Но, честно говоря, я не вижу где. То есть вот я сейчас сюда похожу. Это Санта. Ну, то есть единственный шанс для него выжить, это убить угол. Но угол он не убьет. Да, правильно сделал то, что сдался. Ладно, друзья, давайте тоже разберем. А то я вас уже держу очень долго. Так, партию я выгрузил. Давайте полистаем. Значит, ну здесь я решил по классике сыграть, по старинке. По старинке, насколько я помню, можно было... Я еще спрашивал, задавал этот вопрос Илье Шекшину лет 15 назад на КГС. Или, ну, где-то так, да, там, 10-15 лет назад. Какая разница там? Ну, я умничал то, что я вычитал в какой-то лекции то, что это как бы... Есть какая-то разница. И спрашивал между ходом Ф3 и ходом К3. Ну, и я сказал то, что и так играют, и так играют. А я в какой-то умной японской книжке прочел то, что что-то из них было лучше. Но не важно. Значит, я решил сыграть сюда. Мой оппонент прилип. Но это прилипание на ровном месте, оно не нужно. Здесь обычно просто для черного комфортно сыграть сюда. И если по старинке, то белый играет как-то так. И дальше черный может что-то делать. Но оппонент решил прилипнуть. Я это люблю дело. Вот, дальше я сразу тоже вторгаюсь. Здесь получается то, что Джосаки он не завершил. То есть я пробил, и он сыграл Тенуки. Ну, большой ход он сыграл то, что порезал. Ну, вот дальше... А, дальше все-таки сюда надо было играть. А если бы он порезал, то что, я буду выживать? Что-то я не понял. Это угроза двойной лесенки, что ли? Почему? Вот он Атари, я Атари. И он, например, Атари. Ну да, про этот ход я уже говорил во время партии. В общем, что-то странное. Не хочу сейчас ковыряться, потому что... Уже почти семь часов, и надо хотя бы поспать перед утренней планеркой. Так, то есть я здесь отпрыгнул. Вот, и он играет Тенуки. То есть очень странно, почему он сыграл Тенуки. И у меня был выбор, сыграть по Стигра или вытянуться. По Стигра мне понравилось. Он бы тогда сыграл здесь. У меня здесь все равно есть какие-то Адзи, поскольку он не завершил Джосики. Но я выбрал более рисковый путь. То есть я вытянулся. Значит, я вытянулся, потом сыграл как-то так. И потом у нас пошла какая-то непонятная партия. Я там прилип, тут прилип, он там порезал. То есть вообще непонятно, что происходит. Он вытянулся. Хотя ему нужно было просто играть Хана. Ну да, Хану большой ход. Значит, он вытянулся, я подвинулся. Он сюда, я соединился. Он сюда. Ну не знаю, вроде бы очень много странных ходов с обеих сторон. И 50 на 50. То есть, видимо, я много накосячил. И оппонент тоже много накосячил. И дальше я не знал, что делать. Как еще больше извратить эту партию. И я решил ее еще больше извратить таким ходом. То есть давай... Мы здесь уже боремся, у нас 55 групп. Давай еще одну группу бороться. Вот. И значит, что дальше? Дальше он сюда. Я вот думал над вариантом, конечно. Если чисто, вот не обращая внимание на это разрезание, да. Вот чисто здесь. Что он может сделать? Вернее, что Билл может сделать? То есть, например, я думал над этим ходом. Но предположим, он на этот ход спустится. Потом я думал, ну и, по-моему, ничего тут не работает. Хотя, если так, он же сюда не может походить. Тогда Тари. И если бы здесь не было никакого адзи, то получается просто спуск. И черные умирают. Да? То есть, все-таки... Но вот эта штука... Из-за этой штуки ничего нельзя такого было делать. К сожалению. Окей. И вот, дальше все побежали. Он еще этими группами побежал. И то, что было для меня странным. То, что он дал мне сделать по стигру. Побежал. Здесь так. Потом он меня очень здорово укрепил. И здесь он все-таки порезал. И здесь уже... Ну... Вот давайте смотреть, что программа предлагает. Она предлагает сразу сжать. И потом мой ход. Но, если сюда, то сюда. А если вот сюда... То Атари. Ну, так он тоже Атари. Я Атари. Ну, так он пробьет. То есть, убить я не мог. Соответственно. Чуть позже, когда будет идти кубарьба. На мой ход, как я и говорил. Единственный правильный ответ сюда. Но мой оппонент этого не учел. И сильно ошибся. Я уже за... А, вот на этом моменте. Да, я это сразу не стал играть. Я сюда сыграл. И у нас началась кубарьба. Чему я был очень рад. Потому что у меня здесь очень много коугроз. Вот. И в какой-то момент я сделал проверочный ход. Ну, не проверочный. А очередную коугрозу нанес. И мой оппонент ошибся сильно. Потому что теперь я его просто сжимаю. Из-за того, что я делаю изнутри глаз. То у меня две степени остается. А если бы у меня глаза не было. Я бы сжать не мог. То есть, вот такой получился фокус. Вот. И получается, на этом этапе уже все. Я считаю, что раз я вот эти камни захватил в центре, потому что ему нужно еще пробить. Вот он пробивает. Я дальше играю в большой ход. Вот. Соединяться он не может. Допустим, он решил выжить. Я пробил. Он пробил. Я сюда. Он сюда. Вот. И дальше снова мой ход. Пожалуйста. Я буду закрывать угол. Например, так. Ну, или более надежно. Без вариантов. То есть, здесь не так много очков, как было здесь. Плюс 2 цента больших хода. Поэтому давайте мотать назад. Ну, дальше просто бессмысленно партию разбирать. Потому что, особенно после того, как я выжил еще этой группой. А, хотя давайте посмотрим, какая была процентовка вот здесь. Да, я думаю, тоже никакой процентовки не было. Вот странный ход он сыграл. Программа его не рассматривает. Я его тоже не рассматривал. Да, здесь единственный ход был разрезание. Но все равно 0,6. То есть, даже если он убивает мою группу и выживает вот этим всем. То есть, он играет куда-то сюда. Я думал, да, действительно прыгнуть. Потом было бы так. И потом непонятно что. Было бы так, так, так. Потом так. Но я бы даже не резал, наверное. Я бы просто играл сюда. Даже вот так, если все ему отдать. Вот. И потом сыграть вот так. То лучше, наверное, здесь. Чтобы в углу не было Адзи. То все равно у черных шансов нет. Поэтому мотаем назад и находим грубейшую ошибку. Ну, я имею в виду по процентам. Потому что ошибок грубых было с обеих сторон много. Значит, на каком этапе? Вот на этом этапе черный лидирует, если он религнет. Окей. Но черный вместо прилипания играет пустой треугольник. Я накрываю. И дальше, видимо, он неправильно как-то начал лезть. Да? Или что? Почему? То есть, программа говорит сюда ходить. Я бы сюда сыграл. Потом сюда ходить. А, вот так. Да, это чуть-чуть меняет обстановку. То есть, она говорит закрыться. И что, все это жертвовать? И кто тут кого убил бы? Не понял, зачем этот ход. Типа глазное пространство расширить. Бам-бам. Друзья, честно говоря, не понимаю, что здесь программа нашла. Но почему-то вот именно после этого маневра уже партия в мою пользу. А уж тем более после того, как он ошибся локально в коу-брозе моей, неверно ответил. Там уже все. Окей, друзья. Я думаю, достаточно. Я сделаю тогда таймовку, когда начинается какая партия. И выложу вот такой видос с тремя партиями. Всем желаю хорошей рабочей недели. И до новых встреч.